Слоны. Добрые, сильные и умеющие помнить добро животные. Они действительно способны быть благодарны людям за помощь, которую получают. Не верите? Тогда обязательно послушайте эту трогательную историю. Таиланд – удивительно живописная страна, которая отличается обилием разнообразной флоры и фауны. Национальным символом и священным животным страны является слон. При этом благородные красавцы активно используются в сельском хозяйстве, а ещё развлекают многочисленных туристов. Согласно официальной информации, в стране обитает около 5000 слонов. Часть из популяции, причём большая, является одомашненной, другая живёт в лесах или заповедниках страны. При этом за слонами стараются правильно ухаживать, оказывать им необходимую помощь. Эта история началась в 2009 году на востоке Таиланда. Ветеринар Патарапол Манион был вызван для оказания помощи одному несчастному слону. Животное было найдено в лесу в районе Районга. Слону было 19 лет, он находился в ужасном состоянии. Бедняга страдал от воспаления глаза, лихорадки, но самое страшное – у него было обнаружено смертельное заболевание, которое известно как сонная болезнь. Слон находился на грани жизни и смерти, поэтому ему на помощь был вызван очень известный и уважаемый ветеринар. Манион быстро прибыл на место и понял, что не сможет помочь животному прямо в лесу. Поэтому слона, которого назвали Плайтханг, было решено транспортировать в провинцию Ланпанг на территории организации лесной промышленности. Ветеринар Манион занялся лечением больного животного, прилагая к этому все возможные усилия. Процесс помощи находившемуся в ужасном состоянии слону занял долгие несколько месяцев. Всё это время Манион постоянно был рядом с животным. По словам ветеринара, сначала слон был агрессивен к нему, так как был очень слаб и измучен. Животное чувствовало, что уязвимо, поэтому не сможет дать отпор врагу. И слон не мог знать, какие намерения по отношению к нему у незнакомого человека. Но со временем Плайтханг становился всё более спокойным, так как перестал чувствовать угрозу от ветеринара. Кроме того, боль постепенно уходила, что также способствовало благостному состоянию животного. Когда лечение было успешно завершено, слона вернули в его естественную среду обитания. Однако в тот день ветеринар и представить не мог, что это будет не последняя его встреча с животным. Прошло 12 лет с тех пор, как Плайтханг был выпущен на волю. Ветеринар оказался в лесу в районе Районга, где и был когда-то найден несчастный слон. Манион совершал обход в поисках больных животных, когда внезапно услышал знакомый зов. Ветеринар точно знал, кто приветствует его появление в лесу. Не все знают, что каждый слон трубит по-разному, издавая особые только ему присущие звуки. И Манион тут же узнал голос Плайтханга. Ветеринар понял, что животное находится совсем рядом, но он даже представить не мог, что случится дальше. Манион увидел, как большое животное приближается к нему. Слон подошел вплотную к человеку, когда-то спасшему ему жизнь, после чего протянул свой хобот. Прошло 12 лет с момента последней встречи, но животное не забыло ветеринара. Плайтханг словно поприветствовал знакомого мужчину, дотронувшись до его руки. Это был трогательный жест благодарности. Как говорит сам Манион, это был удивительный и очень личный момент. Именно ради таких минут я выбрал свою профессию. Слоны – одни из самых опасных животных в мире, и такой добродуши не бывала редкость для слонов в дикой природе. Поэтому можно с уверенностью говорить, что Плайтханг вспомнил своего спасителя и до сих пор признателен ему за спасение. На этом все друзья. Делитесь этой невероятной историей с друзьями и близкими. До скорого!